Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Крейвен. Мы с вами остановились на том, что нашли набалдажник, собственно, на свой посох, который позволяет нам теперь крушить и ломать всё на свете, но во всяком случае, что имеет трещины. Мы находимся сейчас в подвале библиотеки, собственно, как мы в неё и попали. И у нас, собственно, остался шквест, связанный с книги под землёй, которые нам, как бы, говорят найти зверя Гравика. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Если мы решили покинуть, то мы всегда говорим, нужно будет поискать его, когда доберусь до подвала библиотеки. И мы сейчас находимся в этом самом подвале, потому что пока, мне кажется, трясины с чёрным домом, нам немножечко болезненно можно сделать. Вот, и в подвале я нашёл единственное место, где у нас есть трещины. Так. Пока выглядит плохо, ну ладно. Ещё раз. Шестерёнки запустились, и шо? И шо дальше? Я дико извиняюсь. Тут смерть, скорее всего, да? Так. То, что я выжил, это, конечно, забавно. Но дальше точно смерть, да? Да. Дальше точно смерть. Шестерёнки должны были что-то открыть. Мы видели, с той стороны у нас есть подвальчик. Как я здесь оказался? Блях, пожалуйста, чтобы мобы не переспаунились. Я вас молю. Иначе я с ума сойду. Вот тут ещё есть проходик закрытый, но его мы пока не трогаем. Твою мать, мобы есть. Пацаны, пошли в жопу, а? Как вам такой расклад? Так, мы эту штуку потеребили, механизм был запущен. Как мы оказывались вот с той стороны? Вот, что меня интересует. Пацаны, которые сейчас за мной бегут, меня вообще не интересуют. Так, у нас же рейджиный дробаш. Во! Теперь будет веселее. Нихера тут запас, кстати, снаряги. Внушительный. Так, пацаны, я вас либо книгой выжгу, либо дробаш. Выбирайте. Что-то одно из двух приведёт к вашей смерти. Так, и здесь у нас был центральный вход, да? Ага, вот где мы попадали. Бляха, нихера не видно. С посохом хоть какая-то подсветка есть. Так, здесь мы пришли к чему? Те ворота не открылись. Угу. Чё вы за мной бегаете, мазюки? Нормально всё было. Чё вы начинаете? Отошёл. 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 Дробаш стал чуточку веселее, на самом деле. Чё? У него броня сработала? Дядька, дядька, не надо, не надо, не надо. Подумайся. У тебя может быть хороший жизненный путь. Так, теребнули эту штуку, она не открыла ни ту дверь. Не вот эту дверь. Соответственно, раз тут пропасть, то нам нужно попасть теперь вон туда. И мне кажется, что мы там были. Я могу ошибаться, но есть такое ушушение. Что это за головишка? Есть такое ушушение, что мы там были. А тут же ни рычагом, ничего вообще, да? Угу. Мне кажется, что мы должны попасть сначала туда. Попав туда, мы сможем оказаться здесь. Опять же, я могу быть неправ. Но если мы это не проверим, мы никогда в жизни не узнаем. Всё очень просто. Так, а тут у нас что? Что-то мы в этой комнатке вроде находили. Но я бы не сказал, что что-то ценное, да? Окей. Комнатка и комнатка. Чё бухтить? Так, ребята, вы все за мной побежали или ещё кто-то? Бляха, их там целая толпи. Умри. Умри. А? А, бляха, я думаю, он ваншотнул. Было бы слишком грязно. Я видел, ты там выглядаешь. Долго вокруг столба будем крутиться. Так, мана-мана, на это всё пусть будет ещё кто-то там шуршит. Слишком много остаётся эффектов после попадания по этим чертям. Вопрос вот в чём. Смогу ли я здесь допрыгнуть? Честно говоря, я думаю, что нет. Там в придачу вон ещё блок выпирает, который не даст нам. В смысле? Не понял. Оно ещё и время какое-то только работает. Так. А это усложняет ситуацию. Неожиданный, очень неприятный и усложняет. Так, эти ворота не открываются за счёт этой херни. А те ворота я оттуда не увижу, правильно? Там челик сверху, ну, мы его трогать не будем. А? Так быстро? Что даёт эта херня? Вот в чём основной вопрос. И даёт ли она вообще что-то? Я не вижу, как она даже выглядит. Выглядит она как обычный механизм, но... Он очень быстро вырубается. Хммм... Окей, сейчас поищу вариант... Бляха, сейчас поищу вариант. Такс, я походу вкурил. Единственное, что... Мне не понравятся сейчас немножко затраты, но... Короче, оно открывает всё-таки вон ту нижнюю дверь. Проблема в том, что нам нужно зарядить эту хрень настолько, чтобы дверь как можно дольше оставалась открытой. И мы смогли бы туда добежать. Что на самом деле так себе, но что поделать? Давайте сколько попробуем? Ну, на максимум маны, наверное. Три, два, один. Разворот, отворот. Побежали, не застревай, пожалуйста. Побежали, 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 побежали. Блях, эта паутина ещё всратая мешает чуть-чуть. Давай, 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 давай. А? А? Хорошо. Сейчас мы поубираем потенциальные проблемы, а именно в виде паутины. И попробуем ещё раз. Мне кажется, что это реально. Там перепрыгнуть точно нереально. А вот пробежать выглядит себе вполне реальным. так это все позабираем дружочек давай еще раз я понимаю тот еще зарядочка звук теперь есть а домой звука не было там три раза произошел щелчок я не знаю это хорошо или нет но надеюсь что хорошо нет собака сутулой нет я по сути застрял жопой но пролез так чтобы тут видим это что это по идее не лестница это шкафчик но по нему можно забраться так здесь кучу всего надо сжечь хером собачу мне кажется а это не горит бочки горят хорошо пусть горят добрый день добрый день тут очень много странных переходов тут книпочка еще раз да книпочка открывает вот эту хрень пока непонятно зачем но ладно так это пока оставим давай сюда заряды тут у нас о паутинку берем добрый день деле но тут я накалюсь на коля судя по всему да хорошо если у нас что-то тяжелое что сюда можно поставить кроме моей жопы а что там вообще а там ящик и там копейки ну то есть было бы неплохо что-то найти видимо дошу поставить окей сейчас попробуем перелезть здесь мне не нравится вот эта штука они уничтожаем вообще или нет насколько я помню нет и очень на то похоже когда башу руки туда об не 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 пожалуйста я в уязвимом положении гравик это ты признавайся у него камни маны к нему прям прижим гравик смотри какая история подожди мне надо выход найти гравик 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 мы с тобой не друзья не друзья уходи 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 у него пулемет что простите что это был за звук пожалуйста за спа нет нет за что игра что я тебе такого сделал бляха сейчас и мобы вся спаунится да пожалуйста можно без этого обойтись как-то бляха но мне все равно сейчас придется здесь залутаться короче в чем проблема гравика он нас сразу щит поэтому должен моментально прожечь слева деревянку и забежать наверх чтобы избежать люля от него ну или разряды его пулеметной очереди не знаю чем у нас пальму поэтому без этого никуда не деться так давайте пополним запас короче я сейчас доберусь обратно туда до подземки так забавно что гравик числится все еще живым хотя я вроде бы как ничего не нажимал я только зашел покинь это мной рода же плюс если он сейчас будет там в локации мы сможем ему раскуролесить харю или не сможем равичек дружочек этом как сможем ли мы тебя отсюда навалить вот у меня интересует я не вижу просто куда мы там дальше забежим а ну-ка так агрить его наверное не лучшая идея так а вот эта хрень горит нет это хрень горит то есть мне в любом случае нужно будет к нему спускаться что не очень хочется честно говоря и вся проблема в том что здесь что не понял я просто прожил ешку я получу ману так можно было короче да тогда вариант очень херовый не смотри на меня зырит мне в душу вариант какой надо тогда добрак он же меня пройти вообще не даст воде мы замедляемся нам надо туда попасть паутина на замедляет опять же ж таки нам ему ничего не можем сделать нам бы наоборот его отвлечь чтобы он туда отошел ты чё братишка все нормально не переживай мы можем сейчас попробовать рашную туда я не уверен что мы сможем долю долго прожить особо ну а давайте давай 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 ущет в этот раз я хотя бы увернулся от его пулемета и он сюда не может зайти так это уже хорошо это звучит прекрасно прям я бы сказал и тут есть выход сюда наверх так я понял брат брат ну не надо я понимаю что ты моща о мы можем дырявить отлично дружочек постой подожди чуть-чуть на дырявлю ему сколько смогу вообще кохер у него так много хп но мне кажется дроба шума наносит куда больше чем вот эта бзюлька но ничего страшного меня смущать у него хп разделены на секции нет ли у него других форм так тихо он беснуется отошел пулемета его нет раба своего куда веселее а храби как тебе за че 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 не бушуй не бушуй не бушуй спокойно пошел нахер гравик все очень просто спасибо большое правда мы с него ничего сверх полезного вроде не заимели так хорошо место достойная могила для гравика пусть и гниет здесь в окружении плесневелых книг оправданно достаточно оправданно так сожги это все нахер что у нас здесь еще баблишку с нас там выпало я вроде забрал то чтобы выпадало так здесь что-то цена есть книги не горят книги не лутаются окей 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 тут что такое а искал блях вообще ни хера не видно а ну-ка с этим видно во во другое дело хоть что-то можно увидеть так тут тупичок я вас понял тут нам еще хп запас маны пусть будет риори ясно так шоу он здесь спрятал своей жопой жирный кроме стрел по всей видимости ничего да что в целом объяснимо а тут что то есть нет ничего коробочка и назад мы войти якобы не можем что неприятно потому что там осталась вот эта херня то есть по хорошему просто туда надо прибежать с каким-либо объектом в руках и мы сможем поставить его на панельку и забрать все что лежит в ящичке а зачастую там что правильно бабло так заберем еще ману ех жиденько жиденько жизни кавером на самом деле в основном чисто бабло окей тут нас порадует может чем-то так ко мне пачка которую мы жали и тут что а а а принять Чего? А, мы ее запустили, теперь она на постоянке работает. Эй! До свидания. Отдыхайте. Дробашек на всяк пожарный. Там опять призраки тусят, смотрят за нами своими криповыми харями, но мы их трогать не будем. Так, тут ничего ценного пока не вижу особо. Даже поджечь нещей. Понятно. Давай, пусть будет. Здрасте. Здесь куча призраков. Твою мать. Так, это мы откроем. Хорошо. Тут призраки прям гудут. Гудят. Так, тут есть нычечка с баблом. Вы не против? Я немножко загляну к вам в гости. Это горит. Это горит. Хорошо. Давай сюда. И мы попадаем куда? Пока сюда не спускайся, потому что я назад не вылезу. Тут мы открыли шо? Ммм... В принципе, то же самое я так подозревал. Ладно, пока не лезем. Сейчас я гляну, что здесь еще. Есть шанс просто не вылезти, и, как говорится, не хотелось бы. Здрасте, призраки. Я против вас ничего не имею, если что. Я вас причисляю к братишкам. И это быстрый выход, да? Подозреваешь, что да. Правда, у меня все равно много вопросов. Это выход... Да. Туда, куда я думаю. А ну-ка, дай-ка я залезу. Тут чисто мана, чисто потусить с призраками. Тут можно зайти, но там прям на прихраждении стоит... Кака. Ну, мы один раз же люль, по сути, получим, да? Даже не получили вообще. Супер. Давай сюда. То есть, в принципе, все, что можно было залутать, мы отсюда, грубо говоря, вынесли. Вопрос теперь остается, что вот это за хрень? И надо ли нам вообще туда соваться? Я не помню, чтобы мы были в этой локации. Вот в чем нюанс. Там сверху куча коробок. Давай, я в тебя верю. Молодец. Ну, сейчас протестим. Что, если что, суицидимся как-то, наверное. Вот тут я могу более-менее спокойно находиться, но я назад не смогу вылезти, если я сейчас спущусь, насколько я понимаю. Так, отлично. Чем меньше раз мы спустимся, тем лучше. Опача. Это что такое? Механический рычаг. Понятие не имея, где он нам пригодится, но пусть будет. У нас, по-моему, кстати, есть какой-то кусок рычага, который мы так и не использовали. Даже до этого. Убери каку, убери, убери, убери. Хорошо, допустим, мы его забрали. Чем нам это поможет? Ну, наверное, надо спуститься, да? Я думаю, что вот там по книжкам может как-то залезть. Да, вон лестница по книжкам, да, мы сможем вернуться. Супер. Аккуратно. Ювелирная работа. Так, добрый день. Ой, есть ли у нас здесь место, куда надо втыкивать рычаг? Потому что шо? Он у меня есть. А вот и местечко. Так, хорошо. И шоп. Твою мать. То, что здесь воткнут рычаг, это там ничего не дает. Книги не горят. Книги не уничтожаются. Рычаг не дергается, либо он автоматом был вздернут. Что в целом, опять же, нам никак не помогает. Так, допустим. А-а-а, фото, ну чё. Добрый день. Кто-то проявляющий агрессию здесь имеется? Пока я вижу только призраков. Ребята, я против вас, как всегда, ничего не имею. Кайфуйте, живите. Свечечки ваши эти покл... Опа. Так, ещё проходик, давай сюда. Сколько ты нам в этот раз дашь? В прошлый раз 3 хп, да, максимум повысил? Давай, мылом намазал, водичкой помыл. И... Опять плюс 3. Окей. Я согласен на всё, что на халяву, так же пусть будет. Так, и тут огромная черепушка, причём бронзовая, судя по всему. Так, монастырская корона. У Фейдмунди есть коронованный правитель, но сила, богатство и власть распределены между множеством ответственных лиц. Эта сложная система позволяет сохранить порядок в королевстве. В отличие от многих других монархий, Фейдмунди корона не передаётся. По наследству её бремя делят между собой священники ордена Чистейших. Наличие сана является единственным требованием кандидата. Именно поэтому её и прозвали монастырской короной. Таким образом, Фейдмунди правит совет. Каждый его участник зовётся жемчужной короной. Но не сами священники, не миряне, не знают, кто именно состоит в совете. В совете всегда чётное количество участников. Избираются они тайным жребием. А участники совещаются с помощью зашифрованных писем. Шифры регулярно меняются. Окей. У каждой жемчужны есть посыльные, которые могут узнать друг друга, но не знают других членов совета. Впрочем, знакомство не приветствуется. А шифры и кодовая фраза используются в любом случае. Когда поднимают серьёзный вопрос, жемчужны, скрывая лица, встречаются друг с другом, чтобы всё обсудить в присутствии представителей мерян. Так. Эти представители могут лишь слушать дискуссии, но не участвовать в них. Исключением является случай, когда жемчужны не могут прийти к консенсусу. Если жемчужина настигает смерть или серьёзная болезнь, его и ещё двух священников лишают звания, а также всего имущества. Кроме того, что у них было в момент посвящения. Этих двух священников выбирают случайным образом. Так убийство неугодных кому-либо жемчужин теряет смысл. О том, как именно священники становятся жемчужами монастырской короны известно мало. Однако среди раскатых личностей чаще других встречаются солдаты, повитухи, каменщики и скульпторы. Монастырская корона крайне устойчива к коррупции, однако её часто критикуют за то, как медленно она принимает решение. Но такова цена стабильности, её приходит сплотить всем, кто вступает по параллельному пути, твёрдо игнорируя сиюминутные соблазны. Спасибо, что вы внезапно ввели нас в курс дела строя этого, собственно, монастырской короны. Это замечательно. Это черепушка, я так подозреваю, тех самых некоторых товарищей, но нам это ничем не помогает, опять же таки. Никакой силы в нас не внедряет. Так, что у нас здесь? А, стоп! Мы вернулись в итоге к месту смерти этого товарища, да? Так, мы все рычаги использовали, что нам дали? Мы вроде бы всё использовали, что нам дали. Но тогда не всё так плохо, слушайте. Не всё так плохо, с единственным нюансом, чтобы, бляха, по-хорошему, по-хорошему... Может, тут пробился как-то проход? Неа. По-хорошему было бы вернуться вот в ту комнатку, чтобы вскрыть ящик и, собственно, захоботить всё, что нас интересует. Ты что-то полезное высришь при смерти или нет? Всё. Не похоже на то. Жаль. Очень-очень жаль. Короче, да. По-хорошему надо будет, конечно, туда вернуть. Опять же, как мы туда вернёмся? Так, не задави меня. Спасибо. Если тут мы пришли к чему? Там у нас объединяющая в одну часть библиотека, а здесь у нас проход. Правильно? Правильно. И мы возвращаемся на исходную. Короче, по-хорошему, да. Надо будет намутить предмет. Я не уверен, что просто все предметы подойдут. Потому что мне кажется, что вот эти всякие ящики и бочки, которые тяжёлые для установки, это скорее специально установленные предметы, чем мы рандомно можем какую-то бочку взять, поставить, и она сойдёт за нужный объект. Но, опять же, это моё ощущение. Хорошо, ребятки. Пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик, и мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.